Итак, сегодня у нас 12-е. Мишенька выехал немного поздно, но зато перекусил, сварил какую-то там каску, съел бутербродик со своим сыром здоровья и сейчас направляемся к грибному каналу, а там уж к Днепру. Ну а там, естественно, сами понимаете, к своему хозяину. В кирпичи ложить никто не отменял. Итак, ребятки, коня я прислонил к дереву. Это такой конь, который стал настоящим конем. Сейчас подойду туда и все доложу вам по порядку. Я говорю, хорошо встретить с утра хорошего человека. Вот так, дама молодец. Сколько лет она уже плавает, закаляется в Днепре. Ну а вы подходите к который раз со мной, к этому месту. Великолепно. Вот такая обстановка. Комарик вошел в кадр. Летел. Даже. Я так скажу. Ребятки, как говорится, пахнет осенью. Другие краски. Другие температуры. Другой уровень воды. Ну что? Все видели? Тишину послушайте. Не вижу ни одного рыбака. Лягушки прыгают. Едем к Днепру. Потому что там еще нас ждут великие дела. Какого рода не могу даже представить. Наверное, красота. О, опять комары тут появились. Итак, ребятки, мы немножко поговорили с рыбаком. Рыбак. По крайней мере, первый рыбак. А там на Днепре уже, наверное, сидят. Вот так. Красоту посмотрели. Осеннюю. Хорош. Не думал сюда заходить, но увидел вот такую в железяку. Ну, просто меня сюда потянуло. И вот эти две уточки. Вот то, которое тут летит на нас. Я решил убрать из кадра вот те железные киоски, контейнеры и оставить только вот этот урбанистический вид. Урбанистический. Ладно. Нас ждут великие дела, ребята. А вы это знаете. Итак, с Божьей помощью мы добрались до Днепра. Надо посмотреть на часы. И потихоньку отсюда дергать. Вот так. Наша девушка уже была в Днепре. Уже путь назад. Вот так. Если бы наша сборная так играла, так бегала, я думаю, мы бы были бы... Ой, воронка там путешествует. Две. Еще раз говорю. Чуден днем при тихой погоде. Хорошо. И мог бы играть в водное поло. Следим за ним. И сейчас обтрюсимся. Хорошо. А вот курить вредно. Как там говорил Гоголь? Он правильно говорил? Чуден днепр при тихой погоде. Чуден. Чуден. Так, ребят, вот такие облака. Листочка уже не видать. Да, мы с нами поговорила. Молодая женка. И то хорошо. И то хорошо, а вообще хорошо. Так, Миша, ты обещал посмотреть на часы, испугаться, и начать крутить педали. Не пойду я тем же маршрутом. Солнышко восходит. Сейчас 6.15. Ну и пройдем чуть-чуть и посмотрим на кораблик. Не могу я вечером ходить по всем этим съемкам. А вот с утреца вот такой восход солнца. И как хотите. Так, что я скажу, ребятки, даже на корабль смотреть не хочется. А смотрим только сюда. До корабля даже я вам не доведу. Вот такая красота. Бывает такое. Ребятки, проехал 2 метра вперед. Тут тоже красиво. Так, на трассу я выехал 33 минуты. Если бы, может, было время, я бы дождался бы еще красивше. Ну и так хватит. Вот так, ребята, надо с утра вставать и приводить в порядок планету. Сейчас Мишенька повернет на солнце камеру. Вот так дома работает. Вот там где-то за тучкой у нас прячется солнце. Вот так. Ну, а здесь у нас, ребятки, раздолье для рыбаков. На моих глазах. Иногда так у них получается. А вот Мишенька начнет за другом и ездить. Этот. Эти уже выросли черные. А тут найти-ка черный. А эта собака пришла тоже за рыбой. Две собаки пришли за рыбой. У них свой план. Со мной сегодня камера. И сами понимаете, без этого цветка я не ушел.